Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Коротко об основных темах выпуска. В Самаре в единые дни вакцинации развернут стационарные перевивочные пункты, а мобильные снова будут дежурить возле торговых центров. Областные власти хотят повысить коллективный иммунитет жителей региона в преддверии майских праздников. Аппарат, способный заменить манекены иностранного производства. Самарские медики создали оборудование, позволяющее оттачивать практические навыки с помощью погружения в виртуальную реальность. Поддержать отечественных производителей. На заседании Совета по развитию предпринимательства под руководством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили, какие меры помогут самарским фирмам сохранить бизнес. В этом году в Самаре отремонтируют 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна, как ведется аварийно-ямочный ремонт на улице Антона Вовсеенко. Всю неделю они демонстрировали мастерство попадания мяча в ворота. В Самаре сегодня наградили победителей всероссийского турнира памяти Владимира Кейлина. В Самаре простили с ефрейтором Артемом Сафроновым. 28-летний военнослужащий погиб, исполняя свой боевой долг во время специальной операции на Украине. Проводить героев в последний путь пришли родные и близкие, сослуживцы и первые лица города. Подробности в материале Михаила Ермоленко. За подвиг и героизм, проявленные при выполнении специальной военной операции, указом президента Российской Федерации ефрейтор Сафронов Артем Евгеньевич награжден орденом мужества. Позвольте мне по поручению командования Министерства обороны, Евгений Евгеньевич, вручить вам орден мужества. Орден мужества из рук заместителя военного комиссара по Самарской области Сергея Чумакова получает отец ефрейтора. Во время выполнения спецоперации на Украине герой Российской Федерации Артем Сафронов погиб, спасая других. Евреи Тарсофронов, как и наши деды, 80 лет назад встали на защиту, на борьбу поднялись с фашизмом и тем нацизмом, корни которого распространились на Украине. Они защищают стариков, детей, мирное население и нас с вами. Проститься с героем пришли близкие, друзья, представители общественности, региональной и муниципальной власти. Соболезнования родным направил губернатор Дмитрий Азаров. 28-летний ефрейтор Артем Сафронов служил по контракту в 1182-м гвардейском артиллерийском новгородском краснознаменном полку ВДВ. Сослуживцы рассказывают, что он был очень добрым и честным человеком, любил родину и в любую минуту готов был прийти на помощь. До последнего следовал военной присяге. Несколько лет назад вместе с семьей Артем переехал из Тюмени в Самару. Здесь у него остались отец, мать и бабушка. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Прощание с молодым ефрейтором прошло в Доме культуры нефтяник Куйбышевского района. Артема Сафронова похоронили на Остромиловском кладбище в поселке Подстепновка Волжского района Самарской области. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 683 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 370 644 человека. Такие данные во вторник, 22 марта, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 947 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 349 727 пациентов. И хотя число заболевших снижается, нужно продолжать соблюдение санитарных требований масочного режима. Об этом говорили на заседании регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которую провел губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в нашем сюжете. За последнюю неделю в регионе число заболевших COVID-19 снизилось на 44%. Это наименьший показатель за несколько месяцев, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Чаще всего по-прежнему болеют работники сферы услуг образования здравоохранения. Мониторинг циркуляции вирусов показывает, что в регионе распространены грипп, парагрипп и аденовирусная инфекция. Снижается заболеваемость ОРВИ вне больничной пневмонии. Глава региона поручил сохранять охват тестированием на уровне выше норматива, который сейчас составляет 300 на 100 тысяч населения. Вы абсолютно справедливо отметили по поводу охвата тестирования, Арман Сакович. Я все понимаю, что отпала необходимость и требование повторного тестирования при выписке и так далее. Но нам планку вот эту не ниже 300, конечно, надо держать. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, 6502 пациента с COVID-19 продолжают лечение на амбулаторном этапе. В стационарах находится 1984 человека с коронавирусом и подозрением на него. Обеспечен запас лекарств. Их при текущем уровне заболеваемости хватит более чем на полгода. Возвращается в обычный режим работы скорой помощи и поликлиник. Снижается число обращений и вызовов, как инфекционных, так и общих. Идет планомерное уменьшение коечного фонда. Места постепенно переводят в штатный режим. Безусловно, уменьшение амбулаторного этапа сказывается на уменьшении количества госпитализированных пациентов по сравнению с прошлой неделей. Оно уменьшилось на 25%. И что сказалось на таком значимом показателе, как кислородопотребление, которое сегодня достигло своего исторического минимума. Министр особо подчеркнул необходимость наращивать охват вакцинации, чтобы в преддверии майских праздников обеспечить коллективный иммунитет. Сейчас привиты 1 миллион 703 тысячи 289 жителей. Это почти 84% от плана. Повторную вакцинацию прошли 378 582 человека, что составляет 41%. В регионе пройдут единые дни вакцинации. В общественных местах развернутся дополнительные прививочные пункты, а с потеплением и мобильные. На оперштабе поручили муниципалитетам усилить разъяснительную работу о важности повторной вакцинации, которая проводится спустя полгода после первичной. Именно так иммунитет может быть усилен, и человек будет защищен от тяжелого течения болезни. Особенно опасен коронавирус для людей пожилого возраста. Тем, кто старше 65 лет, медики рекомендуют сделать прививки. А жителям, прошедшим вакцинацию более полугода назад, повторить процедуру подробности в нашем сюжете. Жизненной стойкости ветерана труда, пенсионерки Фаины Макаровой, мог бы позавидовать герой известной сказки Андерсона. Фаина Федоровна работала до 72 лет. Сначала более 40 в проектном институте в должности главного инженера. В 65 лет вышла на пенсию, после чего устроилась на другое предприятие завскладом. Работать перестала только в 72 года. Сейчас, когда ей 84, Фаина Федоровна редко выходит из дома, сильно болят ноги. По хозяйству ей помогает социальный работник. То продукты принесет, то пол протрет. Она же и убедила свою подопечную сделать прививку. Я всегда говорю, что риск – это благородное дело. Но рисковать здоровьем своим и здоровьем своих близких – это просто невероятная глупость. Я полагаю, что каждый должен прийти сам, дать для себя свое решение, принять такое решение, чтобы пойти и сделать эту вакцинацию. Вакцинация – это дело очень хорошее. Сотрудник соцслужбы Татьяна Гаизулина трудится в этой сфере 7 лет. Рассказывает, практически все подопечные привиты, как и сами работники. Ведь у каждого на обслуживании находятся не менее 12 человек. Все эти люди – пенсионеры и инвалиды. И коронавирус для них смертельно опасен. С Фаиной Федоровной у нас все замечательно. Она очень приветливая, добрая, всегда предлагает попить чайку. Она очень хорошо, кстати, печет пироги. У нее все всегда дома так это. Приятно и хорошо. Мы всегда с нашими предопечными проводим беседу по поводу вакцинации. Что вакцина очень нужна в нашем мире, потому что у них, у пенсионеров, очень слабый иммунитет. И чтобы избежать серьезных заболеваний, чтобы не попасть в больницу, вакцина очень необходима. По словам медиков, вакцинация эффективна и пока единственный способ обеспечить выработку коллективного иммунитета. В группе наиболее высокого риска тяжелого течения болезни и неблагоприятного исхода относятся люди пожилого возраста. Всем им рекомендуют пройти иммунизацию, а тем, кто привился более полугода назад, сделать ревакцинацию. Виктория Шарая, события. Заменили скальпель на джойстик. Программа самарских ученых, учебный VR-тренажер для врачей покоряет отечественный рынок медицины. Разработкой пользуются не только самарские вузы и больницы. Проект выходит за границей региона. Подробности в нашем сюжете. Легким движением руки выполняется серьезная операционная задача. Подходим к пациенту, выдерживая руки друг к другу на небольшом расстоянии, нажимаем на кнопку выставления. Вместо скальпеля – кнопка на пульте управления. А обзор на 180 градусов открывается благодаря специальным VR-очкам. Это тренажер, который придумали и собрали в Самаре. С помощью виртуальной реальности врач переносится в операционную и по заданному сценарию, всего их 8, отрабатывает медицинский навык. Преимущество этой программы в том, что она доводит до автоматизма хронологию событий. То есть начинается программа с того, что вы начинаете обрабатывать руки. После того, как вы обрабатываете руки, вы называете, каким способом вы обработали. Потом вы одеваете перчатки, что необходимо. Потом вы в правильном последовательстве определяете пульс, определяете свободу верхних дыхательных путей. И все это дело производится по сценарию программы. Я думаю, что перспектива у нее довольно-таки хорошая. Если в дальнейшем внедрять ее в определенную как бы область, дальше смотреть. Потому что пока это только первоначальный этап показаний, как неотложен медицинской помощи. Разработка самарских ученых активно завоевывает медицинский рынок. Аппарат сегодня используют не только в самарских вузах и больницах, но и за пределами региона. Его отличие от аналогов – максимальная реалистичность и полное погружение в виртуальную реальность. У нас больше именно каких-то взаимодействий с объектами. Там все же достаточно линейно. И за вас все выполняет ассистент. Грубо говоря, там как диалоговое минимум. Мы в нем что-то выбираем, нажимаем. И что-то происходит. У нас же надо взять определенный инструмент, поднести его к определенной области, сделать определенные там действия. Новое оборудование способно полностью заменить дорогостоящие иностранные манекены, на которых сдают экзамены студенты-медики, и сэкономить деньги на их приобретение. Максим Магомедов, Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Поддержку самарских субъектов малого и среднего бизнеса обсудили на заседании Совета по развитию предпринимательства при администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. На встречу с бизнесменами пригласили специалистов из областного министерства экономического развития и соответствующего городского департамента. Они рассказали об антикризисных мерах поддержки в условиях ковидных ограничений и санкционного режима. Областные и городские власти предлагают целый комплекс мер, которые включают в себя налоговые и имущественные льготы, поддержку отдельных отраслей, снижение административной нагрузки, низкие кредитные ставки, а также дополнительные услуги центров «Мой бизнес». Еще одним важным вопросом стала схема размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, в городе еще встречаются случаи несанкционированной торговли. В администрации города отметили, что открыто к предложению размещения новых нестационарных торговых точек, если они будут соответствовать всем законным требованиям. Мы искренне хотим сотрудничать с предпринимателями, которые также смотрят на город, как и мы. С любовью, с преданностью, с желанием благоустроить, с желанием украсить город и так далее, который не нарушает законы. В апреле в Самаре стартует месячник по благоустройству. Его организация стала одной из главных тем на заседании Комитета по ЖКХ и экологии Самарской городской думы. Отдельно парламентарии остановились и на вопросе организации всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов водоемов от мусора, которую депутаты городской думы поддерживают уже не первый год. Подробности в нашем сюжете. В Самаре более ста водоемов и среди них гордость региона «Красавица Волга». После зимы ее берега нуждаются в расчистке от мусора. Чтобы сохранить экологию одной из главных водных артерий России, депутаты городской думы не только ежегодно участвуют во всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов «Вода России», но и проводят субботник до наступления паводка, чтобы не допустить загрязнения воды. Есть у нас такое счастье, жить непосредственно на берегу Левобережья, реки Волга. У нас родилась такая идея провести мероприятие по очистке береговой зоны в допаводковый период, до подъема большой воды. То есть как только практически сходит снег, как только на лицо уже образуются все твердые бытовые отходы, которые нужно и можно в этот период утилизировать. Первый опыт очистки Волжских берегов в допаводковый период был успешным. Поэтому депутаты городского парламента обратились в представительные органы соседних городов, расположенных вдоль Волги, с просьбой поддержать эту идею и получили поддержку. Андрей Горгуленко, Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самаре приступили к проведению аварийно-ямочного ремонта. Технология позволяет работать даже при отрицательных температурах. Разрушения на дороге устраняют литой асфальтобетонной смесью. Как заделывают выбоины, узнал Максим Магомедов. Долгожданное потепление для службы благоустройства Самары стало сигналом к усилению работ по аварийно-ямочному ремонту. Он ведется круглосуточно во всех районах города. Сейчас дорожные рабочие приводят в порядок покрытие на улице Антонова-Овсеенко. Ямочный ремонт выполняется в межсезонье, когда выполнять работу с горячим асфальтобетоном еще нельзя, но когда уже ввиду температурных скачков из плюсов в минус начинают образовываться самые массивные разрушения. Движение общественного транспорта, наличие воды, льда на проезжей части вызывает ускоренное разрушение проезжей части. Специальные комиссии с участием подрядчиков и кураторов со стороны заказчика регулярно проводят мониторинги, чтобы определить, на каких улицах дорожное полотно нуждается в ремонте в первую очередь. Основное внимание центральным улицам с высоким трафиком автомобилей и тем дорогам, по которым ходит общественный транспорт. Главная цель ямочного ремонта – обеспечение безопасного и беспрепятственного движения автомобилей. Мы каждую весну уезжаем на дороге с целью определения наличия дефектов асфальт-бетонного покрытия, разрушения и так далее. Определяем, дорога гарантийная или не гарантийная. Если дорога гарантийная, то дефекты должны быть устранены организацией-подрядчиком, который производил ремонт данной дороги. Если дорога не гарантийная, то мы смотрим реакцию организации, которая осуществляет содержание данной дороги. Вышла она на ремонт дороги в рамках своего контракта с содержанием. Для ремонта применяют технологию, которая уже отработана. Разрушение заделывают литой асфальт-бетонной смесью. Главное условие – это соблюдение температурного режима. Состав можно применять при температуре воздуха до минус 10 градусов. Яму необходимо подготовить к заливке. Ее обрубают и придают правильную геометрическую форму. Прежде чем заливать смесь, мы ее продуваем. Также, видимо, мы ее прометаем щетками. И тем самым потом, чтобы не было там никаких грязи и воды, грубо говоря, а потом подъезжает кохер, это термобункер, и выливаем туда смесь. Рабочие выравнивают состав вручную, заполняя им все неровности на дороге. Дополнительной трамбовки катком при этом не требуется. Для застывания асфальт-бетонной смеси нужно несколько часов. На это время на отремонтированном участке выставляются дорожные знаки. В борьбе с дефектами дорожного полотна помогают и общественники. С помощью интернет-ресурсов они собирают информацию о состоянии дорог в городе. Мы сейчас понимаем, что погодные условия позволяют лишь сделать ямочный ремонт. Но мы ждем, когда погодные условия нормализуются, и тогда получится сделать качественный ремонт картами или целиком заменить дорожное полотно. Но это, конечно, все зависит от финансирования. В этом году при выполнении работ по ямочному ремонту запланировано охватить 15 тысяч квадратных метров дорог. Почти 30% объема уже выполнено. Ремонтные работы на самарских дорогах ведутся в круглосуточном режиме. Днем основной объем приходится на подготовку, а ночью на заливку асфальтобетонной смеси. В зависимости от погодных условий дорожной ситуации задействуют от 6 до 8 бригад. Максим Магомедов, Константин Головин, События. Между Самарой и Ереваном открывается регулярное авиасообщение. Для перевозки пассажиров будут использовать лайнеры «Сухой Суперджет-100». Первый рейс из международного аэропорта Курумыч запланирован на ближайшее воскресенье. Билеты уже поступили в продажу. Самолеты принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре Российской Федерации. Застрахованы российскими страховыми компаниями. Это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов. Волейболисты «Новый» из Новокуйбышевска продолжают бороться за победу в чемпионате России в высшей лиге А. В финальном раунде волжане одержали 11 побед в 12 матчах и уверенно лидируют в турнирной таблице. Накануне «Новый» на домашнем паркете дважды переиграла подмосковных армейцев. Новости спорта продолжат эфир. Волейболисты «Новый» проводили последние домашние матчи финального этапа высшей лиги А. Соперником стал подмосковный ЦСКА. В первом круге волжане на выезде дважды обыграли армейцев 3-1. Не хуже новокуйбышевцы хотели выступить и перед своими трибунами. Уже с первой партии показывая уверенную игру «Нова» захватила преимущество в матче и спокойно довела дело до победы 25-15, 25-22 и 25-19. 3-0 по партиям в матче. Мы просто постарались держать свой класс, свой уровень на протяжении всей игры. Не допускать каких-то ошибок, которые бы проводили команду и заменялись. Не моменты, когда было тяжело, мы просто перебороли себя и переиграли соперникам. Не меньше концентрации было у хозяев и во второй игре. Не допуская грубых ошибок и действуя четко и слаженно, «Нова» снова не отдала ни одной партии армейцам. 25-18, 25-20, 25-21. Еще одна победа 3-0. На самом деле с командой ЦСКА если немного расслабишься, то они сразу возьмутся за дело. Ну а нам помогло сегодня, я считаю, что ротация состава и концентрация парней. Впереди еще два тура финального этапа высшей лиги А. «Нове» предстоит играть с Казанской Академией и против прямого конкурента Московского МГТУ. Новокубышевцы занимают первое место в турнирной таблице. Одна победа в четырех оставшихся матчах гарантирует «Нове» место в главном финале. Туда выйдут команды, занявшие первые два места в турнирной таблице. Два призовых места у самарских футбольных команд лидеры соревнований спортсмены из Пензы. первого этапа ежегодного турнира памяти спортивного журналиста Владимира Киелина. За награды боролись юноши 12-13 лет. Подробности в репортаже Михаила Ермоленко. Футбольный клуб с 33-летней историей в лице нового поколения игроков покоряет турнирную таблицу. Команда спортивной школы номер 8 из Пензы таким молодым составом в Самаре играет впервые. Но сыгранность игроков, отмечает футбольный наставник Андрей Прокофьев, сыграла свою роль. Первое место в турнире и победа в индивидуальной номинации. У нас сейчас как-то целенаправленно подготовка к финалу первенства в Приволжье готовимся. Ну и как бы один из подготовительных этапов был выбран турнир у вас в городе Самаре. Команда уже довольно-таки давно вместе. Тренируемся, едем в соревнования, есть определенные успехи. Очень дружный, хороший коллектив у нас. В Самаре подвели итоги первого этапа традиционного футбольного турнира в памяти спортивного тележурналиста Владимира Кейлина. Награды разыграли коллективы в возрастной категории 2009 год рождения. За право назваться лучшей боролись пять команд из Нижнего Новгорода, Пензы, Кенеля и Самары. Команды столицы региона заняли два призовых места, второе и третье. А именно вот такие турниры проявляют всех пацанов, которые готовы профессионально этим заниматься. Да, может, не каждая там пойдет в сборную России, но от одного таланта эффекта не будет. Важна еще и трудоспособность и стремление. То, что они выходят на поле, бьются, прям по-взрослому, это говорит, что они целеустремленные. Шестой традиционный футбольный турнир в памяти Владимира Кейлина собрал 39 команд со всей России. Соревнования проходят на стадионе «Волга». Именно здесь начинал свою тренерскую карьеру Владимир Михайлович, а в последние годы возглавлял областную федерацию футбола. Турнир продлится до 28 марта. Во втором этапе встретятся ребята 11 лет. Новшеством этого года стала номинация «Лучший игрок команды». Эту награду фаворит получит независимо от победы или поражения спортивного коллектива. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События. Новый эксклюзивный проект телеканала «Самаргиз». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В связи с отменой ограничений по блокировке социальных карт единый оператор объединенная транспортная карта возвращается к прежним датам пополнения, сообщает в телеграм-канале городского Дептранса. Пополнить соцкарту и все виды безлимитных карт можно с 11 числа текущего месяца до 10 числа следующего месяца. Самарцам напоминают, в городе работает горячая линия, на которую можно позвонить и задать все интересующие вопросы, касающиеся транспортных карт. В телеграм-канале Ленинского района Самары рассказывают о новых правилах заключения соцконтрактов для безработных граждан. Для поддержки горожан, которые потеряли работу и испытывают затруднения с ее поиском, программу социального контракта расширили. Обращаться по интересующим вопросам нужно в органы соцзащиты по месту жительства либо в МФЦ. Департамент городского хозяйства и экологии информирует горожан о приеме документов в кадровый резерв по нескольким направлениям деятельности. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение, развитие, реконструкция и ремонт дорог и другим. Приветствуется наличие высшего образования. В телеграм-канале публикуются контакты, квалификационные требования и необходимый перечень документов для подачи заявления в кадровый резерв. Красноглинский район Самары информирует жителей о том, что предпринять, если оплаченный заказ из интернета не доставили. Есть несколько вариантов решения проблемы. В первую очередь, в претензии, направленной продавцу, необходимо ссылаться на статью 23.1 закона о защите прав потребителей. Продавец обязан передать покупателю товар в сроки, которые установлены в договоре. Если товар оплачен, но продавец тянется отгрузкой или доставкой, потребитель вправе потребовать выплату просрочки в размере 0,5% от суммы. За новостями в телеграм-канале Самары ГИС ежедневно следят почти 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!